МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Помилуй нас, Божие, по велице милости Твоей, молимся, услыши, помилуй. В составе паломнической делегации Фонда Святого Всехвального Апостола Андрея Первозванного, отправляющийся в Иерусалим, члены Попечительского Совета Фонда, общественные деятели, представители регионов, журналисты. Кто-то летал за благодатным огнем уже много раз, а кто-то отправляется в паломчество впервые. С большой радостью, верой и вообще я счастлива. Первый раз получаю такую возможность проведения. Я счастлива. Отец Михаил, один из представителей теперь уже российского Крыма, отправляется в путешествие в третий раз. Наши надежды, надежда, что опять будет милость Божия, что огонь сойдет, и мы будем уверены в своей жизни, что мы правильным путем идем, вот эти ожидания, что мы доставим эту радость своему народу, именно даже на Крымскую землю, Севастополь, где нас ждут, этот благодатный огонь ждут именно люди. Уже не первый год мы ездим, привозим. В аэропорту Внуково епископ Воскресенский Савва совершил молебен перед путешествием. Около четырех часов полета и Святая Земля встречает паломников из России весенним, но уже жарким солнцем. Восходим к Иерусалиму. Именно так здесь принято обозначать путь к Святому Граду. Есть ли в мире другая земля, с которой было бы связано столько значимых для человечества событий? Священная история Ветхого и Нового Заветов, Свято-Отическое наследие – все берет начало на этой земле, давшей миру Спасителя. Свято-Троицкий собор русской духовной миссии в Иерусалиме. Делегацию, которую возглавляет председатель попечительского совета фонда Андрея Первозванного Владимир Иванович Якунин, приветствует игумен Феофан Лукьянов, временно исполняющий обязанности начальника русской духовной миссии. К паломникам обратился Владимир Якунин. Идея программы «Просите мира Иерусалиму», реализуемой уже в течение 12 лет, подчеркнул он, основывается на утверждении о том, что без мира на Святой Земле невозможен мир на планете. Но в эти дни, отметил глава делегации, наши молитвы распространяются не только на Иерусалим, но и на наше Отечество, на Россию, на Украину. В Великую Пятницу невозможно не зайти в храм Гроба Господня. Это главная святыня всех верующих в Иисуса Христа, как Сына Божия, пришедшего в мир ради нашего спасения. Другое название храма – храм Воскресения Христова. Своды его объединяют места, где произошли важнейшие евангельские события – распятие Иисуса Христа на Голгофе и его чудесное воскресение в скальной гробнице. Трещина на мраморной колонии у входа появилась в середине 16 века, когда турки, владевшие городом, не пустили на Пасху православного патриарха в храм, и он молился у входа. Колонна разорвалась, и из трещины стало ворваться пламя. Голгофа – место распятия Спасителя. Поломники прикладываются к ее верхушке, находящейся под престолом. Еще одно святое место – Камень Помазания. Сюда, по преданию праведные Иосиф и Никодим, положили тело Христа для его умощения миром и обертывания в погребальные пелены. В центре большого круглого помещения с колоннадой и куполом – ротонды, часовня Кувуклия, в которой находится величайшая святыня христианского мира, живоносный гроб Христа Спасителя. Огонь, появляющийся в Кувуклии в Великую Субботу по православному календарю, иерусалимский патриарх и представитель армянской церкви подают сначала вот в эти отверстия, а потом уже патриарх выходит из часовни с горящими пучками свеч. Каждый год паломническую делегацию фонда Андрея Первозванного принимает в своей резиденции блаженнейший патриарх Святого Града Иерусалима и всей Палестины Феофил Третий. Патриарх приветствовал высокую делегацию и отметил значимость реализуемой фондом Андрея Первозванного миротворческой миссии программы «Просите мира Иерусалиму». Владимир Якунин поблагодарил его блаженство за неизменное гостеприимство. В резиденции патриарха была прочитана молитва о мире на Святой Земле. И прими молитву смиренных раб Твоих, нас Давидом, псалмопевцем Тебе упривающих о мире, Святаго Сеона, престола Царя Великого Матери, Церквей Преславного Иерусалима. Мир, даровава роду человеческому, угости всякую распри и раздоры во святей земле, и в мире злобу враждующих, благословив, утекающих ныне как гробу Твоему живоприемному и нас... 19 апреля 2014 года. Великая суббота. Рано утром паломческая делегация фонда Андрея Первозванного была уже у сионских ворот. Столпотворения тысячи верующих со всего мира пытаются пройти к храму гроба Господня. Полиция с заградительными кордонами пытается регулировать движение людей. Расстояние в километр, не больше, преодолеваем за два часа. И вот храм гроба Господня. Давка. Но, слава Богу, мы на месте. Для делегации выделяется небольшой участок в храме Воскресенья напротив ротонды. Кувукли отсюда не видно, хотя она рядом, мешает перегородка. Но удается на несколько секунд, пока не прогнали полицейские, взобраться на нее и снять главное место сегодняшнего действия. Через несколько часов Кувуклию запечатают восковой печатью, потом откроют, туда войдет патриарх, и там возгорится святой свет. Минуты и часы ожидания. Есть время поблагодарить Бога за дарованное милости, попросить о помощи, вспомнить своих родных и близких, помолиться за здравие и спасение живущих и об упокоении, перешедших в мир иной. Помолиться о мире и благополучии земляков родного Отечества. Примерно за полчаса до появления Иерусалимского Патриарха храм оглашается боем барабанов и громкими возгласами. Это неотъемлемый ритуал в церемонии схождения благодатного огня. Арабская православная молодежь славит Бога, выкрикивая «Нет веры, кроме православной, Христос – истинный Бог». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Семкин Корректор А.Егорова И вот из алтаря Церкви Воскресения появляется Иерусалимский Патриарх. В сопровождении священнослужителей он проходит мимо нас по направлению к Кувуклии. Процессия с хоругвями, пением, трижды обходит вокруг часовни. Патриарха разоблачают до полотняного подрясника, чтобы было видно, что он не проносит с собой в пещеру спички или что-то, способное зажечь огонь. Такова многовековая традиция. Он входит в Кувуклию. Выключается телевизионное освещение. И вновь ожидание. Но не прошло и десяти минут, как прозвучал удар колокола. Благодатный огонь сошел на гроб Господень. Гонец с вакелом бежит от Кувуклии в алтарь церкви Воскресения. Патриарх выносит горящие пучки свеч. Люди поджигают от них свои свечи. И через минуту полыхает все пространство. Сверкают молнии, звонят колокола. А вот столб света, описанный во многих свидетельствах, который появляется в эту минуту из-под купола над Кувуклией и из-под купола церкви Воскресения. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Паломники быстро покидают храм, чтобы доставить частицу Святого Света в Москву к ночному пасхальному богослужению в главном храме России, храме Христа Спасителя, а потом и во многие регионы страны. Весеннее утро Светлого Христового Воскресения на земле Святого Белогорья. Вот уже в десятый раз мы привозим из Иерусалима на Белгородчину благодатный огонь. Первая встреча на границе Курской и Белгородской областей. Традиционно здесь собирается множество народа. На своих машинах, на автобусах, предоставленных администрациями, едут сюда верующие из Ивне соседних сел, даже из Белгорода, Шебекина, других городов, чтобы раньше всех получить частицу Святого Света. Господь своей милостью в очередной раз явил нам такое чудо. Что хотелось бы сказать? Мы стоим на границе Белгородской области и мы встречаем первые. Такая вот у нас миссия так почетная, что мы первые встречаем на территории Белгородской области Святой Огонь. С праздником вас! Христос Воскресе! С праздником вас! Будем надеяться на Господа, будем надеяться на Его милость. Он нам послал Святой Свет, значит, будем жить. Слава Богу! Христос Воскресе! Боистос Воскресе! Христос Воскресе! Христос Воскресе из мертвых, смерти в смерть поправ, И сущим ограбельшего дарома... Осторожно в машине, чтобы ветер не задул пламя, открываем лампаду. Людей охватывает радостное волнение, когда они зажигают свои лампады и свечи, Это волнение сродни тому, которое чувствуют те, кто находится в храме Гроба Господня, Великую Субботу, потому что это радость о Воскресшем Христе. И эта радость присутствует всюду. Священнослужители, верующие отправляются в свои населенные пункты. Приезжая в районные центры, они крестным ходом проходят по улицам к храмам, где совершаются пасхальные молебны, несут лампады в свои дома, раздают огонь родным, друзьям, соседям. Село Владимировка Ивнянского района находится в двух километрах от трассы в живописном месте. По традиции мы приезжаем к храму в честь иконы Божьей Матери Скоропослушницы. Село Владимировка Ивнянского района «Воскресшем Христе» Ведь владимировцы были первыми, кто 10 лет назад, когда еще не было столь широких мероприятий по встрече Святого Огня из Иерусалима, вышли на трассу встречать Благодатный Огонь. Тогда у них не было своего храма. А сейчас и храм построили, и приход сложили дружный, крепкий, объединившись вокруг настоятеля-священника Григория Тарасова. Следующая остановка в районном центре, название которого известно всем, кому дорога история нашего Отечества. Прохоровка. Здесь произошло величайшее танковое сражение Великой Отечественной войны. Крестный ход направляется к храму во имя святых первоверховных апостолов Петра и Павла, а именно в их день, 12 июля, произошла эта грандиозная битва. Рядом с храмом православный детский дом для мальчиков. Два десятка мальчишек обрели здесь домашний уют и любовь. Здесь воспитывают будущих защитников Родины и веры православной. Мальчишки, которые 10 лет назад впервые встречали благодатный огонь, уже выросли. В этом и следующем году заканчивают школу. А им на смену приходят новые, которые, уже соприкоснувшись с горем и неприветливостью мира, здесь будут обретать любовь. Вот эта светочка может чуть-чуть погореть, потом ее можно загасить и где-нибудь держать, там, где иконки ваши, допустим, есть, да? Есть. Потом когда-нибудь опять зажечь, помолиться. И еще один детский дом для девочек. И здесь ждут встречи с благодатным огнем. Крестный ход направляется к храму Петра и Павла. На стенах храма-памятника тысячи имен погибших в Прохоровском сражении. Здесь постоянно звучит молитва о тех, кто отдал свою жизнь за други своя. А сегодня – пасхальная радость. Уже в тысячах домах горят лампады с благодатным огнем, а мы продолжаем движение к Белгороду. И еще одна остановка – город-строитель. Крестный ход к храму во имя новомучеников и исповедников белгородских. Здесь тоже встреча благодатного огня стала неотъемлемой частью празднования Светлого Христового Воскресения. В храме и священнослужители благочения, и простые горожане, и руководители района. И вновь радость обретения благодатного огня, видимого символа Воскресения Христова. А у воспитанников православного детского сада Сретенский уже появилась своя традиция. Они вместе со священником везут благодатный огонь в дома пожилых людей, которые в силу своих болезней не могут прийти в храм. Вот это, конечно, очень хорошо. И детей с детства приучает ко всем традициям нашим православным. Они очень рады, очень обрадовались наши дети, когда им сказали. С утра готовились, наряжались. Какие эмоции вызывает это все. У тех, к кому мы приезжаем, насколько они рады, насколько они счастливы. Они этим растроганы, со слезами на глазах. Даже у вас не такое не может присниться. Это я вот такое счастье, что до слез. Это вот что-то возвышенное, что-то внутри, что-то клыкнулось. И слезы, конечно, спасибо вам огромное за такую власть, такое внимание ко мне. Расстояние от границы области до областного центра километров 60. Но на его преодоление уходит три часа. Ведь по всему пути следования благодатный огонь встречают люди. Мы останавливаемся, рассказываем о паломнической поездке делегации фонда Андрея Первозванного на Святую Землю, о сошествии благодатного огня, о ночной службе в московском храме Христа Спасителя, во время которой председатель попечительского совета фонда Владимир Якунин передает благодатный огонь патриарху московскому и всей Руси Кириллу. И вот Белгород. Всех въезжающих в наш город встречает ангел часовни-ротонды в честь Рождества Христова. Многие белгородцы встречают огонь уже здесь. Сюда же, по благословению главы Белгородской митрополии, митрополита Белгородского и Староскольского Иоанна, приезжают священнослужители всех районов области, чтобы зажечь лампады от благодатного огня и отвезти их во все храмы Святого Белогорья. Христос воскресе! Бористос воскресе! Христос воскресе! Бористос воскресе! Бористос воскресе! Мы радуемся, что получаем этот огонь. Будем в дальнейшем надеяться, что нам будет лучше жить. Это чудо, которое послано нам, как символ веры, как символ чего-то светлого. И такого знаменательного события ждет каждый православный человек. Господь дал свой добрый знак. Подобно тому, как после потопа Великого радуга установилась на небе, и это было знаком примирения между Богом и человечеством. Вот сейчас для всех нас знак, когда на православную Пасху нисходит благодатный огонь и укрепляет нашу веру. Вот уже в десятый раз благодатный огонь встречали верующие и в Новом Осколе. Пасхальный крестный ход по улицам города к Успенскому собору. И здесь пасхальное пение, рассказ о паломничестве в Иерусалим и возжигание свечей лампад от лампады с благодатным огнем. Мы и мои друзья решили разнести благодатный огонь почетным жителям и ветеранам Великой Отечественной войны нашего города. Сошедший огонь укрепляет вере крестовое, дает нам свет в жизни. Я чувствую большую радость, когда получу огонек, потому что я раздаю соседям. Я ощущаю радость и свое какое-то участие, и причастие к этому всему процессе, которое происходит. Очень радостно от этого ощущение. Всякий раз, когда приезжаешь в исполнение традиции Веси, города, нашей Святой Белгородщины, то видишь необычайное воодушевление людей, которые с радостью встречают этот благодатный огонек, привезенный из Иерусалима. И становится понятно, что мир наш теплится и созиждется вокруг святыни. Всякий раз люди встречают с необыкновенным энтузиазмом нас, и радость переполняет их сердца настолько, что выплескивается. Я буквально весь в волнах всей этой радости, воодушевления. Это очень здорово, что мы испытываем такие чувства на Пасху Христова. Когда встречаешь частицу благодатного огня, которая привезена из Иерусалима, встречаешь ее совершенно по-новому. Такое внутреннее состояние, которое написать практически невозможно, это надо почувствовать. Как некогда мы чувствуем, когда в таинствах приступаем к Богу, осеняет маленькая такая внутренняя чистота вот этой благодати. В русской традиции делиться радостью о воскрешенном кресте с теми, кто находится в трудном положении. Новоскольский дом-интернат для пожилых людей и инвалидов. Здесь есть свой домовый храм. С волнением зажигают свечи жители интерната. Ульяне Никитишне Адонина идет 102-й год. Говорит, всегда жила с Богом в душе и сердце. Но мы церковного дела никогда не пропускаем. А потому и живете долго, вот я на что скажу. А воспитанницы женской колонии для несовершеннолетних выстроились на площади перед храмом Анастасии у зарешительницы, покровительницы, находящихся в заключении. Пасхальное приветствие и молитва о прощении грехов. Свечи, опаленные благодатным огнем, девушки будут хранить рядом со своими иконками. Самое главное, я прошу, чтобы у родителей было здоровье крепкое, чтобы все же ждали меня. И молюсь о том, чтобы больше я не уступила на такой путь, чтобы вела себя хорошо сама, чтобы могла собой владеть. То, что привозят в колонию благодатный огонь, дает осужденным очень многое. Это их приобщает к духовной жизни. Сейчас этому направлению уделяется очень большое внимание. Конечно, это позволяет им приобщиться к общественной жизни, которая происходит за территорией, которая происходит вне стен тюрьмы. И показывает это, что они не одиноки, что о них тоже заботятся, что помнят о них, несмотря на то, что они находятся в местах лишения свободы. Во второй раз встречают благодатный огонь верующие города Алексеевки. Крестным ходом они прошли к Свято-Троицкому храму, который встретил славящих воскресшего Господа праздничным колокольным звоном. Пасхальный молебен, который возглавили благочинные протеереи Евгений Подолька и настоятель храма протеерей Алексей Лупарев. А затем прихожане зажгли свои лампады, чтобы принести домой, осветить свои жилища, отнести огонек тем, кто не смог прийти в храм. Чувства, конечно, переполняют эмоции. Благодатный огонь, что Господь еще дает нам шанс, дает время, можно сказать, исправить свои какие-то ошибки, покаяться, помолиться от души. Во второй раз благодатный огонь был привезен и в исправительную колонию номер 4. В тюремном храме во имя Георгия Победоносца Святой Огонь встретили его постоянные прихожане. Их немного, но у сотрудников колонии и священнослужителей есть уверенность, что эти люди, осудившие свои былые грехи и несущие за них наказание, выйдя из заключения, изменят свою жизнь, станут на путь спасения. И пусть частица благодатного огня, зримое свидетельство воскресения Христова, будет тому залогом. Очень рад, что нас не забывают батюшки, даже на воле, когда находились в храмах и других монастырях. Но такого и храма, и такого внимания не чувствовалось, да, той благодати, которая сейчас на нас снизошла. Вот я загадывал в прошлом году, когда вы привозили одно желание, искренне, искренне помолился и скажу, что оно исполнилось буквально в течение, наверное, месяца. Желание, оно было невыполнимым, естественным образом. То есть для меня это было как некое доказательство того, что я ждал святыню, когда вы пообещали, вы привезли, мы очень долго ждали. Кстати, парень один, я знаю, загадывал, освободиться условно досрочно. И буквально, вот вы его знаете, Алексей, буквально через несколько недель после этого события ушел. Белгород. Святая Пасха. Колокольный звон зовет всех верующих на крестный ход. С крестами, иконами, хоругвями и с лампадой, с благодатным огнем священнослужители и миряне идут на Соборную площадь Белгорода. Традиционно уже в течение многих лет пасхальная вечерня совершается в центре города. Митрополиту Белгородскому и Староскольскому Иоанну и епископу Губкинскому и Грайворонскому Сафронию сослужат благочины всех церковных округов митрополии, духовенства Белгорода. На площади белгородцы, люди разного возраста, социального положения, разных профессий, но объединившиеся в этот пасхальный праздник в благодарности к воскресшему Господу. В нашем мире сегодня не хватает любви, поэтому возникают депрессии, возникает нетерпимость, возникает уныние, но сегодня благодатный огонь сошедшего Иерусалима в храме гроба Господня явил нам надежду. Додживите этой надеждой, радуйтесь, благодарите Бога, благодарите ближних, будьте терпеливы по отношению к немощам, носите тяготы друг друга и исполните закон Христов. Господь дает нам еще один шанс к исправлению. На Святом Белогории у нас есть возможность возродить великий православный дух созидания, и мы это делаем с вами, исполняя закон Христов и заповедь преподобного Сергия Радонежского, 700-летнего которого мы празднуем в этом году, который наставлял так любовью и единением спасемся. Христос воскресе! Христос воскресе! Христос воскресе! И вот уже площадь ликует, прикасаясь к благодатному огню, который каждый воспринимает как святыню, укрепляющую веру, дающую нам надежду и любовь. Субтитры создавал DimaTorzok